приветствую всех на своем канале сегодня я на деревенском тачке и у меня такое здесь дело это значит забрать маточники потому что на городском несколько маток не облеталось туда их перевести и значит протравить траву еще покажу вам как выглядит выглядят маточники тихой смены матка начала и уже третий год начала червить там через раз в общем то у нее трутовая личинка то нормальная и короче пчелы решили ее поменять я сейчас покажу эти маточники вчера навел порядке вот так у нас все выглядит теперь красота красоте его а тут трава была по колено ну я немного обработал ну не приду ли меня там травушку здесь не обрабатывал здесь думаю ладно уже такое маленькое покажу здесь маленькое расстояние ну все сейчас заберем маточники и покажу маточники тихой смены в этом уле и так ищем матка с желтой меткой то есть двадцать второго года сейчас на четверто это третий глупый как тут у нас яйцо вот он маточник тихой смены можем видеть практически по центру вот он один был 2 ночью то него забраковали то есть вот так они выглядят если роевые маточники они будут везде и будет тьма а этих два-три может чуть больше в общем немного вот они его буквально сегодня ночью запечатали потому вчера он был открыт еще вот оставили один сейчас матку найдем пока ее отсадим посмотрим как она себя будет вести такое яйцо на будет класть сейчас покажу почему они забраковали вот рамка видно наверное да что горбатый периодически идет расплод то есть вот труд а там вот чилиная личинка а вот она матка с желтой меткой то есть 22 год вижу что яйцо она откладывает и рамка сплошняком как бы яйцом обложена ну вот мы ее убираем все равно эту матку отдельно маточник тихой смены оставляем забираем маточники которые здесь первом здесь маток я выводил вместе с маткой разделив корпус вот еще даже еще один есть маточник он какой-то зажатый прижатый в общем не очень какой-то еще не запечатанный пчелы чувствует какой-то дефект матки и стараются ее заменить пока ее не убивают она продолжает откладывать яйца чтобы сила не потерялась у семьи так и вот еще одна рамочка с горбатым расходом на выходе здесь пчела матку отсадил по соседству сейчас пчелы были у меня разделены сейчас пускаю их на два корпуса при этом оставляю маточник тихой смены там как пчелы убирают самый лучший самую лучшую личинку по их мнению и все из него должна получиться очень хорошая матка там как из тысячи личинок из тысячи яиц выбрать одну-две-три сами понимаете то есть насколько высок был отбор этого маточника так убираем тихонечко и отсюда все убираем эту пленку сейчас я раздаю маточники по облотникам и забираю какую-то часть на другую пасеку пчелы злятся потому что вот-вот то что начнется уже крабал вся классика такая волнение маточники уже начали застраивать вот пожалуйста застроенные краски я и заберу и больше защиты при перевозке дабы не повредить их прямо с пчелой кладу и в плодильную коробочку не на 4 маточника что будет плать сюда таких застроенных как минимум 4 раз-два вот третий застроенный вот такие Наточники 3. И четвертый такой, самый тоже защищенный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, еще один. Вот этот вот. Сейчас пока стоят чуток, я готовлю все. Вот у меня отдельная коробочка с синтепунчиком. Накрываю челок и закрываю. Все, они поедут путешествовать дальше. Теперь маточники раздаю по облетникам. Причем стараюсь, одна рамка даю кормовая, плюс водички заливаю. А вторая с печатным расподом на выходе. И плюс ко всему стараюсь маточник давать где-то по центру, чтобы было тепло, ну не по центру, а на рамке на самой, то есть не сверху, а чтобы вот пчела еще, какая-то пчела еще светит, ее будет меньше. И поэтому надо, чтобы она была на расплоде. Маточник наш. Все. Таким образом раздаю по всем облетникам. Здесь я знаю точно нет маточника уже достаточно давно, потому как оставил одинаково в этот и этот улей маточники. там уже есть засев, а здесь до сих пор маточник нет. Поэтому пчела он как раз и растаялся здесь. Пчевы практически тоже нет. Но сейчас все исправим, дадим им маточник. Вот такой маточник. Видно скопление пчелы здесь. Вот так маточник дали. Поехали. Поехали дальше. Еще три маточника надо раздать. Раз, два, три. Завтра, послезавтра они должны выйти. Все. Зачиняем. Дальше путь. Ну все раздал всем маточники. Не всегда все получается как ты хочешь. Особенно когда выводишь маточник. Вроде как все поставил, все сделал красиво. Бац. Матки не облетелось допустим. Либо они незаметно где-то оттянули свой маточник. И опять-таки тебе надо поменять. Это же проблема. Тебе этот маточник не нужен. Ты его убираешь. Даешь новую. Потеря времени тоже. И сила семьи тоже теряется. Так. У меня тут еще осталось пять семей под вопросом. Возможно у них своя матка вывелась. Но я посмотреть не нашел. Просто все проискал. Может сейчас на облете. Вот. А может и моя. Как-то непонятно. То есть моя матка вышла из маточника. И нашел маточник еще. И таких пять штук под вопросом семей. Есть одна где матка есть. Моя точно матка. Потому как я давал в безматочную семью. Давал маточник. Вот. Матка вышла. Все хорошо. Но сеет сейчас трута. То есть труд засеян. А простого яйца нет. Тоже вот такая проблема надо понаблюдать. Может она еще как бы не созрела. И если что удалить ее. Вот такие пироги. В общем пять семей надо еще проверять. Всем всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok